Добрый день, дорогие участники марафона здоровья. Я клинический ординатор-диетолог Мирим Гололова Ольга Евгеньевна. И хочу сегодня представить такую тему, как роль питания в патогенезе акне в различные возрастные периоды женщины. Акне – это полиэтилогическое хроническое воспалительное заболевание сального и гласяного аппарата кожи, который поражает до 64% женщин в возрасте от 12 до 30 лет и до 34% старше 30 лет. У афроамериканских и латиноамериканских женщин встречаются чаще, чем у женщин континентальной Индии, Кавказа и Азии. Высокая распространенность акне связана с соблюдением западного стиля питания. Высокая калорийность блюд, избыточное потребление продуктов с высоким гликемическим индексом, потребление трех классов продуктов питания – углеводов, молока и молочных продуктов, жиров насыщенных, а также транжиров и дефицит омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Ключевыми факторами патогенеза акне является избыточная выработка кожного сала, гиперпролиферация бактерий Кутебактериум Акнес, гиперкератинизация волосистых фолликулов и воспалительный механизм. Акне – это многофакторный дерматоз, и факторы, способствующие образованию акне, также включают не только генетическую предрасположенность, гормональные факторы, но еще и иммунологические расстройства, психологические, экологические и несоблюдение диеты. Диеты также играют большую роль в патогенезе акне, и некоторые продукты могут повлиять на течение и тяжесть акне. Выделяют продукты, провоцирующие акне – это углеводы с высоким гликемическим индексом, молоко и молочные продукты. Также выделяют продукты, снижающие частоту развития акне. К ним относятся углеводы с низким гликемическим индексом, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, пробиотики и пребиотики, фитоэстрогены, антиоксиданты, преимущества витамин А, ресвератрол и микроэлементы – цинк. Высокий гликемический индекс и гликемическая нагрузка и все продукты, содержащие их, относятся к группе продуктов, провоцирующих акне. Гликемический индекс не отражает всего потенциала повышения глюкозы в крови от содержащихся в продукте углевода, так как на повышение глюкозы в крови влияет как качество, так и количество потребляемых углеводов, чувствительность тканей к инсулину и состояние желудочно-кишечного тракта и скорость всасывания. Поэтому к использованию принят термин «гликемическая нагрузка», который учитывает как качество, так и количество содержащихся в продукте углеводов. Сахар, как продукт с высоким гликемическим индексом, вызывает постпрандиальную гиперинсулиноэмию, повышение инсулиноподобного фактора роста 1, снижает инсулиноподобный белок 3, связывающий фактор роста, повышает биодоступность свободно циркулирующей инсулиноподобного фактора роста 1 и другие. Исследование показало, что пациенты, принимающие и употребляющие большое количество сладких напитков, имели воспалительные высыпания. Молочные продукты считаются и остаются важным диетическим компонентом для западного стиля питания и относятся также к классу продуктов, провоцирующих акне. Молоко вызывает постпрандиальную гиперинсулиноэмию, повышает уровень циркулирующей инсулиноподобного фактора роста 1, активирует МТОРЦ1, опосредованным глутамином, пульметатом и другое. Исследование показало, что женщины с углевой сыпью употребляют значительно больше молока в течение суток по сравнению с участниками без данной патологии. За прошедшие годы все большее количество исследований выявило наличие оси кишечник-мозг-кожа, который связывает кишечные микробы, пероральные пробиотики и диету. Западная диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием жиров вызывает изменения в микробиоте кишечника. Снижается уровень кишечной флоры и повышается концентрация липополисахаридов, вызывая системное воспаление за счет нарушения целостности эпителия толстой кишки и барьерной ее функции. Уменьшается толщина слизистого слоя и увеличивается секрет запровоспалительных цитокинов. При нарушении кишечного барьера кишечная микробиота и ее метаболиты быстро попадают в кровоток, накапливаются в коже и нарушается кожный баланс. В одном исследовании было показано, что пациенты с акне продемонстрировали более низкое разнообразие кишечных микробиот и более высокое соотношение бакетариодисис к фермикутис, что является энтеротипом западной диеты. Кроме того, было обнаружено снижение титра лактобактерий и бифидобактерий. Лактобактерии и бифидобактерии являются распространенными пробиотическими видами, которые уравновешивают микробиоту кишечника путем ферментации неабсобированных олигосахаридов в верхних отделах кишечника. Они также укрепляют кишечный барьер, уменьшают проницаемость, повышают резистентность эпителия кишечника. Источниками пробиотиков и постбиотиков являются йогурт, кефир, квашеная капуста, некоторые виды сыра, соленья. Источниками пробиотиков являются цикорий, зелень, чеснок, лук, спаржа, бананы. Эффекты пробиотиков и постбиотиков являются производство бактерициноподобных ингибиторов, улучшается метаболизм глюкозы и уровня инсулина, повышается уровень противовоспалительных жирных кислот, тем самым снижается частота развития агна. Научно доказано, что омега-3 полиненасыщенная жирная кислота снижает уровень инсулиноподобного фактора роста 1, который, как обсуждалось ранее, участвует в выработке кожного сала и закупорки фолликулов. Из омега-3 синтезируются эйкозаноиды лейкотреен пятой серии как противовоспалительный фактор, в то время как из омега-6 синтезируется лейкотреен-4 провоспалительный фактор. Источниками омега-3 являются льяное масло и семя, семена чих, грецкий орех, рыбий жир и рыба. Фитоэстрогены относятся также к снижающим частоту развития акне. Снижают они за счет противодействия андроген-индуцированным созревания сибацитов, поэтому необходимо употреблять в достаточном количестве фитоэстрогены. Большое количество фитоэстрогенов содержится в тофу, красным виноградом, в винограде в красных ягодах и льеном семени. Исследование показало, что женщины, употребляющие в постменопаузе фитоэстрогены, у них имелось улучшенное состояние кожи. Витамин А снижает секрет сух кожного сала, нормализует фолликулярную кератинизацию, ингибирует рост пропионобактериум акне посредством изменения фолликулярной среды и обладает противовоспалительным действием. Поэтому важно употреблять витамин А в достаточном количестве. Содержание витамина А в большом количестве содержится в моркови, зелени, говяжьей печени, тыкве, горохе и брокколи. Высокое содержание цинка также способствует к снижению частотуры развития акне за счет антиандрогенного эффекта и снижения выработки секрета сальными железами за счет ингибирования 5-альфа-редуктазы. Высокое содержание цинка в тыквенных семечках, в говядине, в орехах и грибах. В одном исследовании показано, что течение акне улучшается при пероральном приеме цинковых добавок у пациентов с его дефицитом. Однако стоит отметить, что пероральные дозы 400-600 мг сульфата цинка в день обладали побочными эффектами со стороны желудочного кишечного тракта. Важно употреблять цинк сразу после еды и цинк также снижает всасывание меди, поэтому добавлять медь можно и рекомендовать получающую хроническую терапию цинком. Вегетарианство это широко практикуемый диетический выделяет ряд диетических вариантов, таких как полное исключение всех мясных, рыбных и молочных продуктов это веганство, исключение мяса и рыбы с включением молочных продуктов и яиц это ово-лакто-вегетарианство и исключение мяса, рыбы и яиц но исключение молочных продуктов лакто-вегетарианство. Эффект вегетарианские диеты на акне за счет снижения активации МТОРС-1, снижения передачи сигналов провоспалительного ядерного фактора. Стоит также отметить, что снижение потребления белковых продуктов при обладании углеводов в рационе питания вегетарианцев приводит к увеличению чистоты развития акне. Диетологические рекомендации. Необходимо снизить потребление молока и молочных продуктов, ограничить насыщенных жиров, транжиров и углеводов в рационе, ограничить мучной, крахмал, уксус, острое соленое, чай, кофе, газированные напинки, а также ограничить алкоголь и курение. Что же стоит включить в рацион? Это регулярно употреблять омега-3 полинонасыщенных жирных кислот, потреблять продукты с низким гликемическим индексом, дополнительный прием пробиотиков, постбиотиков, пребиотиков, антиоксидантов, витоэстрогентов и цинка. Необходимо употреблять в пищу большое количество вообще и соблюдать индивидуальную суточную потребность калорий. Спасибо за внимание.